Жаркий привет из пустыни С вами Ивановский Никита Давайте немного рассмотрим Достаточно редкие текстуры Перед вами Камень, можно сказать, остатки От Небольшого кораллика Кораллового нифика Можно так назвать это все Все Изрезано Из Прям И сшито Мелкими-мелкими Совсем порами Такого Тошечно-полосного создания Очень красиво Очень часто в интерьерах И в экстерьерах приходится моделировать Аквариумы, бассейны В которых необходимо просто Использовать такие элементы Создать его с должностью Если хотите моделировать Текстуры Пустынная Глиняная посуда Вот такое строение она имеет Очень интересное Здесь неподалеку Лежат черепки Вот мы можем даже Посмотреть срезы Как данная текстура Выглядит Не только снаружи Но и внутри Естественно Песок Белый Потрясающий песок Наполненный И ракушками Совсем скоро Я думаю Превратится он В мельчайшую В мельчайшую В мельчайшую Субстанцию Состоящую из Уже совсем Неотличимых От песчинок Остаток От достатков Ракушек И других Моллюсков Других животных Можно так сказать Для моллюски Это Есть ракушки Здесь мы можем Отличить Очень красивые Очень красивые Элементы Вот они Вот особенно Вот этот Небольшой Моллюск Которому не довелось Пожить На этом свете Может быть и довелось Может быть просто Их вид Живет именно столько Вот тоже Очень красивая Штуковина Здесь много Можно найти Вот здесь Сейчас хочу Продемонстрировать Лежит красненькая Штука Красненькая Штука Где она Вот она Такая вот ракушечка Очень классная Очень красивая Давайте вот сюда Ее положим Вот она Вот такая красивая Красота Немного рассмотрим Перламутровые Раковины Материал достаточно Просто устроен Но вот С зелеными Краями Это все Мы можем Симитировать Достаточно просто С помощью Опять же Карты загрязнения Сам Сама Вот такая Фактура Сам материал Такого Перламутра Даже перламутром В принципе Сложно назвать Он не переливается Вы видите Только Белым В основном Отражает Но однако же Очень красивый Элемент Мы можем Мы можем Опять же Высознать С помощью Отражения По Френалю Увеличив Айвор Коэффициент Отражения Здесь же Недалеко Лежат Остатки Небольших Кораллов Вот они Опять же Очень красивое Создание К сожалению Покинувшее Наш мир Я думаю Здесь еще остались Осталась душа Вот еще одна Такая вот Очень красивая Красивая раковина Давайте я попробую Перевернуть И посмотрим На ее структуру Опять же Часто необходимо Примоделирование Аквариумов И бассейнов Вот что мы видим Очень красиво И очень дырчато Очень воздушно Давайте совсем Близко посмотрим На вот этот элемент Вот он какой Здорово Пористый Симпатичный тут Конечно же Рядом бегают Муравьишки Которые питаются Скорее всего Остатками Прежней роскоши Сохранившися Может быть В каких-то Отсеках Данные Подводные лодки Вот что происходит С полной просудой Если она немного Полежит в воде Где-нибудь Рядом С коралловым Рифом Мы видим Достаточно Красивый Состаренный Материал Керамический Материал В основе Лежит Но С большим Количеством Я бы сказал Даже если бы Я не знал Что это Какие-то Полипки Полипы Что-то Решение Больше Очень похоже Очень красиво Эту текстуру Мы можем Опять же Получить С помощью Микширования С помощью Сложения Несколько Основных Карты И с использованием Стандартного Враевского Блин Данного Материала Текстура Песка No comments Без комментариев Смотрим И наслаждаемся Просто супер Здесь уже Как бы Измельченные Как раз Остатки Тех ракушек Которые мы Сейчас с вами Только что Наблюдали Я хмарю Сколько Прошли Тысячелетия Чтобы получить Такую Замечательную Массу Месочную И естественно Волна 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 Еще раз Волна Ради нее Можно Ехать За десятки Тысяч километров Посещать Новые страны Чтобы Увидеть Тут замечательное Прекраснейшее Сочетание Песчаной Небольшой Песка И Волны Волновой Пеной На каждом Береге На каждом Берегу Это сочетание Отличается Очень серьезно Очень сильно Ради этого Как раз Сочетание Ради этой Интеграции Большинство Туристов Преодолевают Огромные Расстояния Вот как она Выглядит Под макрообъективом Давайте попробуем Еще опуститься Пониже И посмотрим Вода 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 И все раз Вода Вода Уникальная Уникальная Субстанция Уникальная Творение Которое Обладает Фактически Разумом Ее химическое Строение Позволяет Излечивание Порезни Доставлять Незабываемое Наслаждение Да и вообще Поддерживать В принципе Жизнь Без нее Мы бы Никуда Не делись Вот такое Строение Оно имеет Вот эти все Шумы Можно бы Создать С помощью Нойза Либо Фрактального Нойза Либо там Еще есть Включим Всяких Видов Либо В нойз Положить Свою Карту Вы видите Также Эффекты Каустики На Дне Вот Каустика Это эффекты Которые Получаются В результате Проникновения Солнечных Лучей После Эффекты Которые Получаются После Проникновения Солнечных Лучей Через Определенные Вещества Там Где эти Лучи Пересекаются Как раз Эти эффекты И возникают И мы Видим Яркий Этому Пример Яркий Пример Каустики Кроме того Пена Плавая Опять же Мы можем Использовать Вторичную Текстуру На Отличающемся Слое Все Достаточно Грузаично Но Чтобы Воссоздать Такую Живую Поверхность Со Всеми Нюансами Нужно Постараться Ну и Естественно Дно За текстурой Дно Не просто Лучи Проходили И попадали На непонятное Вещество А чтобы Опять же Проглядывался Проглядывался Замечательный Песок Какой бы он ни был С ракушками Или без И завершить Свой Выпуск Хочется Таким Замечательным Материалом На базе Которого Строятся Многие Здания Возводятся Какие Либо Малые Архитектурные Формы В пустыне В пустыне Это глина Глина Которая Представлена Вот таким Рельефчиком Очень красиво И в принципе Его даже Можно Воссоздать С помощью Стандартных Средств Макса И врея Но я думаю Все равно Необходимо Использовать Вот такую Текстуру Тогда у вас Получится Намного Более Художественная Визуализация Более Все красиво Более Все Замечательно Вот нет Слов Одной эмоции Просто Нет Замечательное Обновленное Обновление Которое Наполнено Наполнено Текстурно Наполнено Целем Наполнено Жизнь Жизнь Несмотря на то Она Кажущуюся Пустоту На самом деле Здесь Все кипит Идет Больба Существования Происходит Жизнь А пока Пока С вами был Ивановский Никита Бедовинский Привет Совсем Скоро Увидимся Пока Пока